Бойцовская лига ACA Young Eagles является одной из самых престижных и популярных в нашей стране. Традиционно турниры собирают самых лучших молодых бойцов России и стран ближнего зарубежья, которые получают шанс выступить на большой арене и заявить о себе в профессиональном спорте, который последние годы набрал огромную популярность. Во-первых, их узнают, их запоминают. У нас в Карачао-Черкесии появляются новые звезды. Для них это карьера в будущем, возможность участвовать, себя показывать, получение каких-то контрактов на перспективу. И, естественно, мы надеемся будущих бойцов UFC из Карачао-Черкесии увидеть. Самое главное – наша цель и желание. Высокий уровень турнира демонстрирует и большое количество зрителей, которые собираются понаблюдать за зрелищными поединками и поддержать своих спортсменов. Не стало исключением и первого турнира организации на территории Карачао-Черкесской республики. В зале спорткомплекса «Юбилейный» порядка тысяч болельщиков поддержали своих земляков. Всего в рамках турнира состоялось 22 поединка. В 9 из них принимали участие спортсмены из нашей республики. Первым из них, кто сумел одержать победу, стал Ислам Чагара. В трехраундовом поединке Исламу противостоял не имевший на тот момент поражений представитель Чечни Магомед Мусиханов по прозвищу «Лысый хищник». Очень упорный и тяжелый для обоих спортсменов поединок продлился все отведенное ему время, по истечению которого все судьи отдали победу нашему земляку. «Интересный факт. Не знаю, с чем связано, но в большинстве республик Северного Кавказа все бойцы представляют один центральный город своей республики. То есть, если представитель Карачаева-Черкесии, например, как правило, это город Черкесск. Вот уже есть такой существенный вклад в развитие смешанных единоборств республики Карачаева-Черкесия. Вот со стороны организации «Янк-Игл» все-таки это крупнейшие селекционные турниры нашей части света. Я уверен, здесь будет появляться еще больше спортсменов и из столицы этой республики, и, может быть, из каких-то других локаций Карачаева-Черкесии. Этого мы пожелаем. Интересный динамичный бой. Ну, а чего еще ожидать от весовой, которая к этому просто обязывает? Динамично подхватывают удары ногами. Ой-ой-ой, здорово влетел с коленом. Есть боковой контроль. Не до конца, конечно же, осуществляемый, но тем не менее. Ну, в судейские записки, да, это уже зайдет ремонт. И хорошее попадание. Еще одно. Вот началась реализация позиции. Ислам Чагаров мог склониться чаще всего в свою сторону. Да, это вполне вероятно. Это вполне вероятно, но тут все-таки... Потому что он был Монат, который, наверное, тоже определенные приемы, какие-то нюансы рассказал. Интересно, есть попытка проведения Кимура, и, кажется, даже забрал руку. Но Кимура такой прием, который часто используют для смены позиции. Как, собственно, и получилось в данном случае. Я думал, что ситуация не зайдет так далеко. Но нет, все-таки получилось у Ислана Чагарова занять позицию сзади. И сейчас, ну, все идет просто для него в этом эпизоде. Получилось и вправить ноги, и вот сейчас бы ему еще не упасть, да, если он хочет забрать себе этот раунд. Плохо взят захват, то есть шея взята хорошо, а вот сам захват руками взят плохо. Видите, не получается не вправить вторую руку толком. Вот сейчас близок становится к тому, чтобы это сделать представитель города Черкеска. Третий раунд, третий раунд поединка Магомеда Мусиханова и Ислама Чагарова. Представители Чеченской Республики и Харачаева Черкесии, соответственно. Например, также проиграл начало и все-таки смог выйти в конце. Вот как сейчас, да, встал, быстро забирает спину и теперь попытка перевести с его стороны. Очень удобно, когда вот так забрал корпус, только немножко опасаться подхвата, который, может быть, как он-то привил. Ну, даже над этим не стал как-то особенно размышлять представитель города Черкеска и вышел на ударную дистанцию. В принципе, даже если он проигрывает этот раунд, у него вполне себе явные шансы выиграть этот поединок за счет его предыдущих. При семье. Интересно. А будет и удушающий. Ноги заправлены. Очень может быть. Шея вроде бы тоже взята под контрольную. Подкрутить еще немножко Чеченскую спортсмену и вполне себе это может получиться. А ну до конца остается совсем немного времени. Плюс, видите, чуть смещается в сторону. Да, сместился. Ну ничего себе, как так легко распустил гард Магомед Мусихканов. Вот это, да, для меня загадка. И опять концовку забирает Ислам. А ведь казалось, да, почти готовый прием. По словам спортсмена, немалую роль в его победе сыграла поддержка родных трибун. Всем спасибо, кто пришел за меня поболеть. Здесь было трудно, но спасибо моим тренерам Дмитрию Коробейнику, Тимуру Жужуеву и Заводину Жужуеву. Очень хорошая поддержка была сегодня. Благодаря этому, я думаю, я победил. Всем спасибо. Следующим из наших бойцов в клетку вышел Расул Малсугенов, который встретился там с представителем Ставропольского края Юрием Семеновым. Сильной стороной Расула являются его навыки борьбы, которые он и начал использовать с первых же секунд боя. Однако его соперник оказался неплох в этом и оказал достойный отпор. Но все же по истечению трех раундов поединка судьи единогласно отдали победу представителю Карачаева Чакирской Республики. 28-29. Одержим победу. Расул Малсугенов. Ну, то есть расшифруем, скорее всего, Юрий за счет концовки забрался. Признание зрителей и организаторов, а также бонус за бой вечера получили Анзор Цеков из Карачаева Черкесии и москвич Максим Дюпин. В крайне упорном поединке спортсмены устроили настоящую рубку. Ни одна атака в этом бою не осталась без ответа. Накал и эмоции во время этой битвы был везде. В клетке, возле клетки и, конечно же, на трибунах. Замечательный тренер, специалист, очень интересный. Сам он является международником, топом к протеону. И воспитывает также очень интересных спортсменов, причем поднимает их буквально со старта. Дает им возможность реализоваться с самого начала. Одним из таких спортсменов является Максим Дюпин. Максим сам, хоть и является представителем Москвы, приехал. Как вы думаете, откуда? Правильно, правильно, правильно ничего не отвечаете, потому что вы все равно бы не догадались. Из Бурятии. Вот такого дальнего и очень интересного края, который тоже богат своими воинскими традициями, пускай не всегда спортивными. Базовым его стилем, хотя сказано здесь является смешанное единоборство, с того как бы и начинает. А вот здесь сейчас Максим Дюпин очень незавидная ситуация находится. Частично с вами соглашусь, а частично, обратите внимание, здесь плохо было потеря позиции. А с удушающего он ушел сразу, чуть подвернув голову в сторону. Безусловно, Анзор Цеков является здесь фаворитом. Так и в любителях уж точно. Плюс быть чемпионом мира – это быть чемпионом мира. Но вот она, как бы, изюминка смешанных единоборств в том, что здесь выходишь драться ты, а не твои титулы. И в конкретной ситуации это не всегда может значить столько же. Ну и знаете, пока мы отвлеклись на разные истории. Происходит действительность, и складывается она в пользу местного спортсмена. Много уже таких действий было в исполнении обоих спортсменов, которые мы оставили без комментариев. Но это все-таки не радиорепортаж, и зритель все видит, то, что происходит в клетке. О, Апкиев очень опасный, зацепил даже Максим Дюпин, Анзора Цеков. Вот это вот сомбийский такой подхват, он не всегда оканчивается положительным результатом. То есть бросить-то получается, а вот занять позицию после него нет. Попадает, но и сам тоже пропустил. Есть, как мы видим, в окончании этого поединка активная развязка. И Максим Дюпин за счет перевода и контроля набрал себе некоторые очки, а прямо сейчас спешит Анзора вовсю отыграть. И все шансы у него на это есть, влагающие 40 минут. В последний эпизод провел Анзор Цеков, он буквально вбивал голову соперника в канвас. Да, это существенные удары, и, конечно, они так или иначе скажут, что находит поединка. Важно, насколько свою игру смогут навязать и остаться на своей волне каждый из этих спортсменов. Мы видим, что гостеприимство, ну и вообще какое-то воспитание проявляет сейчас Анзор Цеков. Выражает уважение к своему оппоненту. Классно, справа попадает Цеков. Почувствует своего соперника, это бывает очень важно. И такое спокойствие, оно может оказаться значимым. Взят корпус. Да ладно, шикарно, шикарно. Оказывается, не проходом единым. Было предопределено. Обратите внимание, что во втором-то раунде картинка немножко меняется. Охладил немножко, то есть не так уже эмоционально работает Максим Дюпин. И начинает работать на позиционное доминирование. Ну и сам теряет сейчас позицию. Нажимает его к клетке Анзор Цеков. Опыт есть опыт. Мне, честно говоря, показалось, что Анзор немножко просел с точки зрения выносливости. То есть вымахался в предыдущем раунде. Но сейчас мы видим, что это не совсем так. Вот обратите внимание, Витя скручивается в сторону. И за счет этого как бы нивелирует удушающий захват. С другими спортсменами работаем над этим эпизодом. Я не знаю, насколько этот эпизод проработан у спортсменов эти. Ой-ой-ой-ой. А было ли попадание коленом, не знаю. Подсмотрел его сейчас Анзор Цеков. Какой же будет результат у этого раунда? Для меня загадка. И начинается опять с разведки, как обычно бывает. Яркий, это уж точно. Вот он получился. Ой-ой-ой, как интересно. Интересно. Здорово пробил. Это как футболик качнул соперника. Кстати, очень редкая боксерская работа со смещением в одну и другую сторону. А вот к этому Супермена обратите внимание. Анзор был готов и сработал навстречу. То есть это уже не стало для него сюрпризом. В отличие от предыдущего эпизода. Нет, вперед. Поддерживает. Правый кросс. Да, есть попадание. Бум. Хорошая серийная работа. Рук-ног. Обратите внимание, сечка у Максима Дюпина появилась на лбу. Слушай, не знаю, от какого конкретного эпизода. О, здорово сейчас попадать. Но там сечка еще с первого раунда у нее есть. Да, вероятно. Но вот сейчас она, видите, начала немножко подтекать, да, кровоточить. Меняет стойки Максим. Ой-ой-ой. Лучше на лице. Ну, стоят друг друга спортсмены. Показывают очень интересный поединок. Позиция, позиция, конечно, зачастую фактор решающий. И здесь сейчас Анзор показывает себя как более опытный спортсмен, занимая эту позицию сразу. Вот вопрос, опять же, контроля. По истечению трех раундов и долгих оваций судьи вынесли свой вердикт. 28-29 единогласных решений судьями за победу. Панцор Закон! Через республика ГБС. Честно скажу, я не ожидал такого противостояния. Настоящий мужчина. Прямо, я не знаю, я вам словами это не могу передать. Прямо очень мужественный поединок. Прямо хороший. Но я вам не могу словами это сказать. Как такая ощущалась неподдержка? Конечно, как не ощущаю. Всем спасибо большое. Всем-всем все чувствовал. Прямо энергии дает хорошее. Всем спасибо большое. Всем моим друзьям, кто мне помогал. Это Назир, Мурат. Всем-всем. Сослан, Бесик. Всем спасибо. Они все знают, как мне вчера тяжело было. Все, спасибо вам большое. Еще один яркий поединок показал непобежденный боец из Черкеска Станислав Нанаев. В упорном противостоянии с Омаром Рзаевым из Нижнего Нового города наш спортсмен одержал уже четвертую победу на профессиональном уровне. Альберт Гуков, Станислав Нанаев, Черкесия, Черкесия. Затем настал черед главного поединка вечера. Альберт Гуков из Карачаева, Черкесии встретился с представителем Киргизии Русланом Рыскулом. В этом поединке Альберт полностью опродал свое прозвище «обезжалостный малыш». В доминирующем стиле он уверенно выиграл все три раунда и забрал победу единогласным решением судей, которая стала уже восьмой в профессиональной карьере. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам и огромное спасибо организаторам, которые нам дают возможность выступить в таких ярких турнирах. И самое главное, хочу поздравить, поблагодарить своего тренера, который очень много для меня делает и много людей заменяет в моей жизни. Самый лучший, самый лучший тренер от души. Представители Карачаева, Черкесии хорошо воспользовались возможностью выступить на таком масштабном турнире. Довольны тем, как он прошел и его организаторы, по словам которых, этот большой праздник спорта еще вернется в нашу республику. Сейчас мы ведем переговоры с Лигой Сиа Ян Иглс. Мы надеемся, что этот турнир будет ежегодный. При предварительной уже договоренности есть. Мы будем их партнерами в Карачаево-Черкесии. Уже договор по этой теме подписан. Мы договоримся о том, чтобы в этом году нам еще один турнир дали в Карачаево-Черкесии ближе к концу года. Мы надеемся, что людям все понравится, что все получилось. Хочется выразить благодарность главе Карачаево-Черкесии Рашиду Борисовичу Тимирезову за поддержку. Карачаево-Черкесии